Всем привет, ребят! С вами Вархаммер. Что же, в эти выходные у нас прошел первый этап новой для меня лиги Race4Win. Собственно, хотелось бы обсудить по поводу самой лиги, как прошел этап ну и в принципе что да как уже у меня получается в лиговых гонках. Что же, после того, как я поучаствовал в лиге Зетмира мне в принципе понравился формат лиги именно потому, что это интереснее, чем гонять с ботами в карьере. Да, у всех одинаковые машины, но опять же это ставит всех в равные условия, умеешь ты ездить или нет, уже все зависит от тебя по большей части. И соответственно, я уже после того, как лига начинала потихоньку заканчиваться у Зета потихоньку искал другую лигу где я смогу кататься, пока не будет второго сезона лиги Зетмира и соответственно в один момент в паблике ВКонтакте по Формуле 1 наткнулся как раз таки на анонс данной лиги Race4Win и соответственно подумал, почему бы не отправить туда заявку и не попробовать покататься уже в другой лиге плюс там как-никак нарабатывать опыт езды в лиге потому что я все равно понимаю то, что мне надо больше и больше кататься поскольку надо привыкать просто к строгим срезкам и дальше вы поймете почему ну а те, кто смотрел этап, те знают почему ладно, перейдем к самой лиге проходит она в 2 дня есть у этого плюсы и минусы то есть у нас в субботу проходит квалификация в 3 сегмента и в воскресенье уже проходит сама гонка 50% вот ну в принципе по гонке все стандартно но по квалификации для меня стало ну небольшим новшеством все-таки в лиге Зетмира это привык потому что квалификация короткая 18 минуты тут уже все-таки в 3 сегмента как в нормальной формуле то есть да, это интереснее, это и выбор стратегии который развивает собой за счет то, что 3 сегмента и в 3 сегмента проходишь только ну если пошел 3 сегмента, то и стартусно то и Зиньи на который ты в этот сегмент и прошел смысл сидеть, совмут и соответственно если посмотреть так то, что квалификация гонка сделана на 2 дня, то это хорошо тем то, что тебе не надо там выделять прямо конкретно 2 часа на то, что в проекте Зинтаб то есть час в субботу можно выделить час в воскресенье выделить даже меньше часа чаще всего по сути ты проехал эти два этапа то есть ну по времени это да, это неплохо это разделение как бы ты можешь не особо там задумываться о том, что у тебя вот там есть дела какие-то есть другие лиги что самое главное и так далее но у этого формата есть и два огромных по моему мнению минуса во первых то что это все разделено соответственно мы стартуем в гонке на свежей резине несмотря на то, что ты прошел в третий сегмент даже если ты прошел на софте ты будешь стартовать на абсолютно новом софте он не будет никак изношен только по ходу прогревочным кругом он будет изношен да у тебя нету вариантов там выбора резины поскольку ты прошел примерно на софте в третий сегмент, то ты на нем должен стартовать в противном случае тебя просто дисквалифицируют из протоколов но все равно свежий тип резины и по итогу ребята которые стартуют с второй десятки они имеют большую проблему с тем, что людей с первой десятки им будет не просто обгонять потому что они будут в одинаковых условиях по резине а все таки и даже если ты стартуешь с второй десятки хорошо бы иметь именно преимущество в том, что у тебя именно резина новая в отличие от первой десятки это пока по мне это вот первый главный минус из-за этого кстати стратегия получается то есть тебе не надо думать о том, что у тебя вот там резину уже изначально изношенную, у тебя она просто новая и ты можешь на ней проехать лишний один, а то и два круга без проблем и соответственно перейти там на стратегию Вадим Пистоп на некоторых трассах а где-то вообще на стратегию софт-мидиум и второй минус этого всего это сетапы то есть из-за того, что у нас квалификации гонка проходят разные дни у нас нету закрытого парка то есть во время загрузки в гонку ты должен будешь выбрать себе сетап ну на котором ты поедешь из-за чего можно сделать то есть заморочиться можно сделать два разных сетапа на квалификацию и гонку и соответственно за счет квалификационного сетапа сбить тебя с времени там еще несколько десятых да конечно этим надо заморачиваться это тестировать но все же есть этому месту быть естественно тоже это не очень хорошо потому что сетапы можно изменять там к примеру банально если даже не готовить два раза сетапа у вас может пойти дождь и ты можешь спокойно накрутить себе крылья для этого дождя и ты будешь себя комфортно чувствовать а если бы у тебя остались крылья со сухих настройках то есть если ты бы не чувствовался комфортно и ты бы скорее всего просто летал бы по всей трассе вот это два минус которых я для себя отметил пока что в том что так проводится вот два дня ну а теперь будем приходить потихоньку к этапу то что уже на пять минут наговорил не знаю что там кстати сейчас идет на картинке потому что записывают пока что так без нее но буду рассказывать как оно было собственно начинает квалификация первый сегмент у нас на этапе участвовал 15 человек соответственно из первых сегмента никто не вылетел вот то есть ну можно было проехать хоть ногой там блин на клаву нажимай и ты все равно выйдешь во второй сегмент во втором сегменте попробовал стратегию пойти на медиум но после того как я поставил круг я понял что он очень и очень медленный это был минуты двадцать два круг и соответственно я уже видел то что народ на софте спокойно входит мое время и понял то что на медиуме не получится значит придется ехать на софте на софте без проблем я выхожу в третий сегмент соответственно стартую уже со софта и третий сегмент в принципе ставлю сначала неплохой круг с первой попытки но потом косячу обе попытки и по итогу не могу улучшить свой круг и по итогу стартую только на седьмой позиции а так бы скорее всего стартовал бы где-то на пятый либо шестой точно ну в принципе ладно в топ десятки я стартую и уже самое главное пофиг что нибудь выбрать резины я на момент не задумывался о том что у нас будет полностью свежий софт так что в принципе это не стало какой либо большей проблемой прошел начинается на гонкам я по началу гонки не посмотрел на прогноз погоды вот поэтому во время гонками инженер сказал что будет дождь через 15 минут я немного шалел но уже после того как гонка прошла и я посмотрел запись да и убил что под конец гонки обещали дождь но к нему мы вернемся к самому концу гонки и переходим пожалуй к старту на старте у нас в первом повороте произошел небольшой завал в лидерах там произошли контакты из-за чего кого-то развернуло кого-то там за пределы трассы выкинуло и так далее за счет чего я там смог подняться на пару позиций что для меня было неплохо да конечно пустил позади идущего пилота на racing point но потом мы с ним завязалась с ним борьба за четвертую позицию которая без проблем прошла для меня я смог обогнать на обратной прямой в начале третьего сектора на торможении да перед старт финишной прямой где у нас будет две зоны дресса и одна точка детекция но это никак не помешало я смог старт финишной прямой уже тратит на полсекунды за счет чего я без проблем смог и выжить на этих двух прямых последующем просто оторвался от него уже там почти секунду и по итогу у нас разрыв держался он не особо не мог его сократить то есть на прямых он конечно кричал но в поворотах я уезжал дальше и дальше потихоньку гонку у нас шла уже к середине я поменял уже резину на самом деле я колебался над тем то что может быть и стоило поставить медиум потому что я думал что все таки медиума должно хватить и наверное сейчас когда я говорю я понимаю что лучше все таки поставил бы медиум хотя если у нас был считать дождь возможно нет все таки да хард был более предпочтительным вариантом потому что дождь в середине гонки как раз мне инженер объявляет о том что через 15 минут мы ожидаем дождь я в этот момент напрягся потому что понимаю что 15 минут дождь и соответственно хард это был самый худший выбор поскольку банально я я потеряю кучу времени то есть поставил бы я примерно в тот минут софт был бы намного лучше но игра есть игра иногда тебе показывает конце гонки дождь и он начинает уже чуть ли не середины идти а иногда он показывает в конце и реально уйдет где-то только в конце вот соответственно за время там пидстопов я догнал в предыдущий болид Вильямса и соответственно уже начал потихоньку за ним гнаться гнаться все время держался в секунде с ним и соответственно потихоньку потихоньку подъезжал к нему там вот момент подъезжали лидеры которые там как раз болит феррари который вылетел из-за контакта с мерседесом потом мерседес который пошел на стратегии двух пидстопов я вот этого не понял то есть сначала он заехал как все на первый пидстоп за хардом а потом когда он вышел ска в середине гонки он зачем-то заехал за медиумом но в принципе с его отрывом это можно было сделать то есть он бы снова оставался там в лидирующей тройке поэтому и плюс минус так может быть он передумал что хард до конца гонки лучше перейти на медиум вот после ска у нас в принципе все более менее обычный пелтон собрался был данный старт благо все прошло нормально и я снова погнался за Вильямса впереди при этом надо было траваться потихоньку позади идущих болидов потому что позади меня вроде шел болитрессинг поинта и шел на медиуме если правильно помню и соответственно с моим хардом это не очень хорошо и меня без проблем мог атаковать но благо у меня получается отъехать за счет того что начинается борьба позади и потихоньку я начинал доезжать до предыдущего Вильямса к этому моменту я наверно уже набрал штрафов кучу где-то на секунду уже на 6 если не на 9 вот штрафы это тоже офигенно также успел пару раз засейвить свой болид почти из хреновой ситуации тоже да Австралия мать его за ногу вот и что же у нас наступает вроде 20 круг я наконец-то обхожу болид Вильямса начиная от него потихоньку уезжать и у нас на 20 уже каком-то третьем кругу вроде начинается дождь соответственно 23 круг скорее всего на пистоп уже мы точно не пойдем и игра даже не покажет до того что типа ДРС отключен и соответственно гонка приходит в дождевой режим в принципе так оно и произошло то есть я ехал на харде и за счет того что я был как раз таки на харде мне было проще всего ехать в дождь потому что все таки самый жесткий тип резины и этому типу резине проще всего продавливать водную гладь соответственно я начинаю отрываться от позади идущих начинаю догонять впереди идущую тройку но к концу гонки я набираю еще 6 секунд штрафа и того у меня получается собрать 15 секунд штрафа честно после финиша я думал в Z лиге я сколько набирал максимум ну знаешь секунд 6 ну самый максимум 9 да нет даже 6 это реально максимум сколько я смог набрать за счет срезок именно а тут я плеч умудрился целых 15 секунд набрать это просто шок контент из-за этого моя финишная четвертая позиция превращается в седьмую ну тут в принципе что пенять только на себя то есть я слишком широко выезжал хотя конечно да эти чертовы строгие срезки это чертово правило выезда за белую линию больше чем двумя колесами это просто полный бред на свой рейд ну что поделать таковы правила седьмая позиция итоговая то есть я по сути от своей стартовой ничего не выиграл но по итогу все равно приехал четвертым так что для меня приехать четвертым было очень хорошо потому что я понимал что по ходу всей гонки если не брать косяки за срезки в принципе я ехал очень хорошо и меня даже нигде не развернуло и я нигде не накосячил так серьезно это же охуенно просто ну да осталось только поработать со срезками я думаю в принципе все будет уже гуд конечно после этапа я в принципе понимал кто у нас будет тут главные так сказать киберкотлеты нашим вот с кем придется сражаться точнее ну как пытаться с ним сражаться потому что я понимаю по темпу я просто и ну не буду проигрывать дико первая киберкотлета это вадим цветков вторая это киберкотлета алексей тамазов и третья киберкотлета это николай вот тут это троица очень быстро едет также то есть ребята которые пишили позади меня они также быстро едут но как я заметил в принципе по скорости мы начнем с ними равны и за четвертую позицию бороться можно будет и иногда за подиум если повезет и лидеры будут ошибаться но по крайней мере как я заметил в данный момент лидеры очень едут стабильно и кроме ошибки в начале когда там один другого выбил я не больше не видел никаких ошибок никого не разворачивал вот как то так оно все прошло надеюсь более менее нормально все рассказал все нюансы то есть в принципе я оцениваю этап на такую хорошую оценку в принципе все прошло нормально только срезки это наверное первый этап в лиговых гонках когда я приехал нормально и меня не развернуло меня не вытолкали еще что то случилось только срезки со средствами это просто работать надо просто очень много вкатываться и все и ты уже начинаешь ну точнее ты понимаешь идея есть границы трассы как широко ты можешь выходить с того или иного поворот вот как то так прошло в следующий этап у нас будет в конце октября первое число но я к сожалению не знаю смогу ли присутствует на нем скорее всего нет то есть календарь лигию расписан так что там есть перерывы между гонками да в одну неделю иногда в две и там зимой будет вообще перерыв в три недели вот это сейчас двухнедельный перерыв и из-за этого попасть на канаду второй этап я не смогу и так же еще на третий этап также скорее всего не смогу попасть по состоянию здоровья так сказать на этом все ребят с вами был вархаммер подписывайтесь на канал ставьте лайки и до скорой встречи пока-пока и удачи Продолжение следует...